Зима в Подмосковье. В разгаре в Одинцовском округе она обещает быть насыщенной. Только в парках муниципалитета будут работать пять катков. В раздолье ледовой площадки уже третий год. Ее площадь 525 квадратных метров. Рядом расположится зона Хаски и тюбинговая горка. Направленность этого парка больше такая детская. Поэтому там и оформление, и сразу такое праздничное, и освещение. И вот в этом году мы очень много сюрпризов приготовили. Всевозможные детские герои сказочные. И каждый раз на этой площадке какое-то ледовое шоу, аниматоры. Каток в парке Малевича больше 1250 квадратных метров. Здесь можно будет не просто покататься на коньках, но и, например, сыграть в хоккей. Экипировку можно взять на прокат. Посещаемость парка у нас сейчас в Малевиче где-то 2000 человек. Но надеемся в связи с тем, что каток, как вы уже сказали, будет открытие 18 числа ледовым шоу Евгения Плющенко. Надеемся, будет больше жителей. Для тех, кто любит лыжи, в парке уже работают две лыжные трассы, 2,5 и 1,6 километра. Скоро покататься на коньках можно будет и в центре Одинцова. Сейчас идет чистка и утрамбовка снега. Как только установится погода, мы сразу его запустим. И в прошлом году мы поставили там пункт проката. Пункт проката будет работать. Скоро начнут работу катки в парках Захарова и Героев 1812 года. Они будут бесплатными. Максимальная задача на следующей неделе, когда будут стоять морозы 3-4 дня, завершить все зале. Как бы это сложно, тяжело не было. И во дворах, и в наших спортшколах, и, конечно, объектах, в которых я сказывал антинвиттер, но там все проще. В парках и, соответственно, у домов культуры. К следующим выходным должна завершиться заливка катков и во дворах Одинцовского округа. Соответствующее поручение дал глава муниципалитета Андрей Иванов.